Всем привет! Доброе утро! Всем большой привет! Преосе, кто пришел на наш прямой эфир. Большой привет, девчонки! Всем доброе утро! Девчонки, давайте проверим с вами связь. Скажите, пожалуйста, как картинка настроилась? Все видно, все слышно? Привет всем, кто приходит! Спасибо большое! Связь есть, отлично! Еще раз всем большой привет! Большой привет всем, кто будет смотреть прямой эфир записи. Добро пожаловать к нам на создание нашего альбомчика. Сегодня мы начинаем делать уже пятый разворот. Осталось нам совсем немножечко. Получается девятая страничка. На прошлом прямом эфире мы закончили полный четвертый. Запись можно посмотреть на ютюбе фабричном. Заглядывайте, смотрите. К тебе я еще эту запись не загружала, а вот в фабрике декора на канале есть все записи. С первой по последнюю. Вчера вечером загрузила последний эфир. Девчонки, кто первый раз к нам пришел, рассказываю. Мы в прямом эфире делаем альбомчик. Уже сделали больше половины, 4 разворота. Сегодня приступаем к пятому. Я свой делаю из коллекции Сентиментальная история от Фабрика Декору. Привет, девчонки, всем, кто пришел. У меня сегодня солнечно. Я вроде бы двигала немножечко так, чтобы солнце не попадало, но оно все равно захватывает, отсвечивает. Надеюсь, оно передвинется. Можно попробовать еще чуть-чуть сдвинуть. Так. Это уже опасно. Может все упасть. Немножко сдвину, чтобы солнышко не сильно засвечивало. Ну что ж, давайте будем начинать. Это уже больше никого не ждем. Не видела девчонок, которые у нас делают альбомчик. Да, сегодня не получилось на прямой эфир прийти. Так, ну смотрите, мы на прошлом прямом эфире закончили полностью разворот. Вот такой разворотчик у нас получился. Одна страничка. Одна страничка в виде большой фотографии. На прошлый раз я пыталась сюда добавить булавочку, но как-то булавочка мне здесь не очень понравилась. Я решила сделать вот такую вот подвесочку в виде сердечка с крылышками. Только я сюда ставила пин для бижутерии и его уже проклеила между слоями. То есть у меня вот такое вот сердце с крылышками здесь вышло. Здесь у нас кармашек. Здесь можно дополнительно какие-то спрятать фотографии или какие-нибудь памятные записочки, воспоминания об этом дне. Ну, в общем, такой вот у нас разворот получился. Здесь я тоже все прошила. Все слои бумажек все прошито, все крепко держится. Ничего нигде у нас не выпадет. И немножко добавила, как обычно, бронзового металлика. Как у вас птички поют? Да, птички поют громко. Я потому что прям рядом с окном стою, оно у меня открыто. Поэтому практически они у меня вот метра два и они рядышком. А у меня перед окном растет большой грецкий орех, и они на нем постоянно сидят. Сегодня мы приступаем к нашей девятой страничке. И для этого я взяла вот такую вот бумагу. Обратная сторона у этой листа достаточно активная. Опять же, вот такой яркий принц цветочный. И я взяла вот эту более спокойную. Привет, девчонки, привет. И это вот наши участники появляются. Привет, Женя. Она у нас единственная пока идет в ногу со мной, делает альбомчик. Очень приятно. Женя, ты большая молодец. Продолжай в том же духе, доделывай вместе альбомчик. Будет здорово. И на прошлом прямом эфире я задавала такой вопрос, что-то в виде конкурса. Угадайку. Я расскажу о том, что мы будем делать сегодня на страничке. Но, к сожалению, никто не угадал. Рассказываю. Мне хочется на сегодняшней страничке сделать съемный элемент на магните. Чтобы он полностью отсоединялся, присоединялся, был отдельным элементом. Сделать я его хочу из вот такого вот элемента, из листа срезалок с часиками. То есть он будет у нас отдельный абсолютно. То есть мы его сняли. Здесь что-то у нас будет. Может какая-нибудь там маленькая открывашечка такая небольшая. И вот будет такой вот элемент на магнитике. Так как у нас часики круглые, да, соответственно, я взяла вот такие вот вырезанные кругляши из акварельной бумаги. С помощью ножей для вырубки я их сделала. И буду из них этот элемент составлять. Так как у нас обратная сторона, хотелось бы то, чтобы была аккуратная, да, потому что он все-таки будет съемный. Поэтому вот этот вот кругляшек будет у нас внизу. А весь остальной декор мы будем уже делать здесь спереди. Привет, девчонки, всем, кто пришел. В плане надписи для этой странички, когда мы с хозяйкой фотографии, с Настей списались, я просила ее написать мне, может быть, какие-то фразочки. Именно их, которые они между собой, может быть, я предполагала, они как-то называют друг друга ласковые. Или какие-то у них есть выражения. Ну, такие, чтобы альбом наполнился именно их какими-то личными такими вот детальками. И Настя мне выслала фразу, которая написана у них на кольцах. Она на латыни, в переводе означает, по-моему, до скончания веков. Вот, и я хотела ее сюда написать, но не стану, потому что мне хочется, чтобы Настя потом своей рукой вот эту фразу вот здесь вот по краешку написала. Потому что у нас тут вроде как бы круглые элементы, там все дела. Ну, немножко можно добавить как бы фразу с кольца, да, ассоциация кольца круглая. Поэтому, Настя, будешь смотреть прямой эфир записи, когда, вот, здесь потом, когда альбомчик получишь на руки, здесь напишешь вашу фразочку, которая на кольцах, своей рукой, чтобы уже действительно был ваш альбом. Девчонки, привет! Оксана, привет! Рада, что присоединились к нашему прямому эфиру. Вот, а мы делаем съемный элемент, который у нас будет держаться на магнитике. Так, ну, вот такая у меня есть вот обрезная веточка. Здесь были цветы, я их обрезала, добавила куда-то в композицию. Так, как я уже говорила, я ничего не выбрасывала во время работы над альбомом, поэтому эту веточку я тоже хочу добавить вот сюда вот. Она у нас спрячется. И добавить нам многослойности. Там можно добавить какой-нибудь маленький цветочек еще. Мы его сейчас обрежем. Все обрезки бумаги, которые у меня с цветами оставались, я из них цветы повырезала и их использую. Теперь можно немножко еще какой-нибудь, думала, вот какую-нибудь такую салфеточку добавить. Также ее порвать по краешку. Можно даже ее чуть-чуть затонировать, чтобы она сильно ярко-белая не выделялась. Ладно, это потом и попозже сделаем. Наши кружавчики будут торчать немножко по краю. Девчонки, вы уже видели новую коллекцию, которую перевыпустили. Вот они вот там. В продаже ее еще нет, но в инстаграме она в конфетке разыгрывается. Можно попытать счастье и стать первым обладателем этой потрясающей коллекции. Перевыпуск просто бомбезный. Такие цвета, палитра, каштанчики, фазанчик там даже есть. У меня по дороге фазаны бегают все время, самоубийцы, ничего не боятся. Привет, девчонки, привет всем, кто пришел. Так, ну и пока, думаю, здесь мы остановимся. Начнем делать уже как-то остальную страничку. Да, и потом уже будем что-то сюда добавлять, может, какие-то листочки. Я еще думала, у меня есть такая вот рамочка из МДФ, опять же, фабрики Декору. Можно даже ее куда-нибудь выделить часики. Не знаю, может, лишними они здесь будут. Привет, девчонки, большой привет. Мы делаем съемный элемент для странички, который будет крепиться магнитом. Мне кажется, лишняя здесь рамочка, мы пока уберем. И, кстати, есть у меня еще такие вот металлические часы. Их тоже можно закрыть бумажные. Но тут такой момент, что стрелок тогда нету. Они как бы неполноценные смотрятся, что ли. Стрелок хочется. А если добавлять какой-то братсик в серединку. То есть нам потом между этими слоями нужно будет вклеить магнит, который будет спрятан и при этом будет всю эту композицию нашу держать. И я вот еще думаю о том, что прежде чем клеить к нижнему кругляшу, по периметру тоже можно прострочить на машинке. Опять же добавить шарма швейной строчки к элементу. Будет он находиться вот здесь. Сейчас я найду булавочку. Крепить это все. Чтобы он пока сильно не разваливался и держался между собой. Так вот. Будет он у нас вот здесь. То есть здесь будет вся остальная у нас работа над страничкой. Фотографию я взяла вот такую. Вырезала под нее подложку из того же картона, который мы использовали. В предыдущих страничках бумагу не меняю вообще. То есть вот мы как с первой части начали, какие бумажки начали использовать в работе. Они у меня идут по всему альбому. Я ничего не меняю. Все они, в принципе, идентичные. Странички в страничку. Просто мы их по-разному ложим, по-разному заламываем, заминаем. Вот это у нас фотография. Ну, чтобы у нас немножко наш съемный элемент оправдывался, нам нужно, чтобы он, соответственно, что-то держал. Поэтому можно сделать такую вот раскладушечку. Я взяла обрезок бумажки, который с фольгированием. Помните, мы делали страничку с такой бумагой? Обрезочек остался. И хочется сделать именно вот такую неровную, немножко такую наклонную. Я здесь уже пробеговала. Здесь наш элемент цветочный круглый. Здесь у нас будет фотография. Ну, и к ней уже можно добавлять какие-то бумажки. Сейчас обрезочки посмотрю. Все, что нам может пригодиться. Девчонки, я пока вспомнила, скажу. Уже не первый раз вижу вопрос на ютюбе, когда записи просматриваются с прямого эфира, что вопрос такой, почему плохая запись? Рассказываю. Я сама с этим столкнулась. И, ну, если бы сама это не увидела, наверное, так бы и не поняла тоже, почему это так происходит. Даже если ты выгружаешь видео в хорошем качестве, да, при загрузке на канал только первый какой-то период, там буквально несколько минут, запись загружается в очень плохом качестве. То есть вот видео только вышло, только загрузилось, буквально минута. Обновляешь страницу, он пишет качество самое низкое, 240. Я тогда напугалась, думаю, я так долго выгружала видео, и у меня такое плохое качество. Расстроилась. Потом буквально через несколько минут обновляю, и качество сразу поднимается. То есть я не знаю, как это объяснить, почему ютюб сначала дает низкое качество, а потом качество восстанавливает. В общем, когда видео только загрузилось, если вы сразу зашли на канал его смотреть, подождите пару минут, обновите страничку, обновите видео, и качество будет нормальным. Вот такие вот нюансы ютюба. Я не знаю, почему это так, но сама с этим столкнулась. Так и есть. Шикарная страничка получится. Спасибо, Жень. Поэтому, если вы вдруг зашли, увидели качество плохое, не переживайте, просто обновите страничку, подождите, и все будет хорошо. А то, бывает, кто-то не знает, увидел качество плохое, соответственно, невозможно смотреть в таком качестве, когда все мутное, непонятное, и просто выключаешь и уходишь. И, получается, не смотришь из-за этого. Так, у нас... А у нас часы тут стоят неправильно, кстати, я только сейчас заметила. А если их поворачивать правильно, вот так, да, то у нас... Ну, принт, хотелось, конечно, чтобы вот так, но ладно. Часики же должны быть ровненько. Это как-то, кстати, не заметила сразу. Ну, ладненько. Можно сюда какую-нибудь даже веточку теперь приделать, чтобы у нас листочки вниз смотрели. Как вариант, эти вообще обрезать, а эти пустить вниз. Наверное, да, так я и сделаю. Потому что часы должны показывать правильное время. Интересно, что-то ориентировалась на листочек, а не на часы. Чунки, привет всем, кто пришел. Чунки, привет всем, кто пришел. Ну, вот. Листочек вниз и время правильно. Теперь все хорошо. Закрепляем обратно скрепочкой. Так. Продолжаем собирать страничку. Как долго потом будут доступны записи. Они вечные. На ютюбе они вечные. Если кто-нибудь их только не удалит, но я надеюсь, этого делать никто не будет. Но даже если их удалят на фабрике спустя время, у меня на канале они, наверное, будут всегда. Потому что в любой момент можно зайти и посмотреть. Они будут доступны долгое время. Ну, теперь можно, в принципе, пока на этом остановиться, перейти к внутренней части, чтобы у нас декор внутренней части объединялся с верхней частью. Так, внутри тоже хочется добавить фотографию. Это будет такая же фотография, только немножко, в смысле, на том же месте. Вот они здесь. Эта фотография где-то на мосту, то есть здесь они друг к дружке в глазке смотрят, а здесь смотрят вдаль. То есть вот здесь вот будет вот эта фотография. А вот эта более романтичная, она будет у нас на виду. Это будет спрятано. Привет, девчонки, большое всем, кто пришел. Так, опять же, я добавляю пергамент. Все тот же, который мы использовали во всех наших предыдущих страничках. Как-нибудь его красиво надо замять. Потом все эти заломы прошить. Это добавит еще большего очарования работе. Так, примерно смотрим, да, чтобы у нас фотография закрывалась. Здесь у нас будет фотография. Можно под нее тоже какую-нибудь подложечку вырезать. Не обязательно, в принципе, из того же картона. Нужно из любой бумаги. Даже пусть будет какой-нибудь вот книжный лист. Как вариант. Даже мы сейчас ее сделаем вот так вот. Вот эти вот рваные края тоже мне очень нравятся из книжных листочков. Естественно, состаренная уже временем страничка. Где-то я тут потеряла листочки. Вот они. У меня с двух альбом остались вот такие вот большие листочки. Вот. Я их вчера нашла. Думала, что я их не взяла. Почему в работу с этим альбомом? И вот я и хочу сюда один большой листочек сюда сделать. Мне нужна какая-нибудь еще скрепочка, чтобы это все соединить. У меня оно не сваливалось. Потому что сейчас эту раскрывашку туда-сюда я буду открывать. И чтобы хоть примерно наглядно у нас это все было видно, ничего не падало. Так как мы пока еще не клеим. Немножко просто скрепить для себя, чтобы было видно, что у нас получается в итоге. Ну вот, нашла такой зажим, пусть он будет. Так, возвращаем. То есть вот при закрытой у нас выглядывает листочек. Добавляем нашу... Отдельный элемент, который будет держаться на магнитике. То есть вот чтобы к листочку было дополнение, еще один маленький листочек белый можно будет приклеить к этому круглому элементу. Вот так. То есть общая композиция будет смотреться вот так. Мы убираем. Листочек остается один. Получается-то как бы такая составная композиция из нескольких элементов. Можно внутрь, кстати, тоже, так как здесь листочек спрятанный, его не будет видно. Можно здесь добавить еще один листочек под страничку. То есть он будет прятаться. Сверху будет листочек. Убрали, листочка нет. Открыли, листочек есть. Такая вот композиция будет. Добавим надпись. Мечты сбываются из полосочки с карточками. Какие-нибудь, опять же, обрезки. Докрафтные, наверное, по-моему. Так как страничка у нас фон такой достаточно чистенький. И чтобы сильно пусто у нас не смотрелось, можно его, кстати, проштамповать еще. Добавить тех же штампов, которые мы в прошлых страничках тоже делали. Потому что мне не сильно нравится, когда он так вот в немножко пустоватый фон. Хочется его как-то задействовать. В принципе, вот эту часть мы можем тоже ее задействовать. То есть если у нас будет здесь открывашка-закрывашка, то есть мы можем добавить каких-то опять же черных элементов сюда по краю. Добавить обрезков. Опять же, все это прошьется у нас на машинке. В принципе, да, тут мы немножко заполнили, уже не так смотрится пусто. все листочки, все это тоже желательно, конечно, все вот так вот прострочить на машинке, чтобы все крепко держалось. Сегодня у девчонки молчаливо, ничего не пишут, ничего, вопросы никакие не спрашивают, не задают. О, Настя, смотри, Сережа. К вопросу опять же о книжных листах, да? Можно его оставить. Да, кто это? Супруга, это Настя, хозяйка фотографии, а ее супруга зовут Сергей. У нас тут нашелся Сережа в тексте. Там мне очень нравится, немножко на другую надпись. Поменьше. Можно, в принципе, поискать что-то опять же в книжке или отштамповать какой-нибудь. Пловечка. Ну, пока у нас карточки еще есть. Попробую их применить. Каждый день. Во, кстати, хорошо получится, если у нас здесь каждый день, а здесь будет написано на латыни до скончания веков, да? Вроде бы неплохо. Не буду ее пристроить куда-нибудь. Пусть она будет здесь. Так, ну и, наверное, цветочки тоже надо добавить, потому что они у нас везде. Здесь тоже надо хоть парочку. Сейчас мы эту Сережу закроем. Вот такая вот у нас получается внутри композиция. Закрываем сверху нашей раскрывашкой. Фотография у нас как-то вместилась. Так, и смотрим, как у нас все будет смотреться. Прошу прощения. То есть вот у нас такая вот получается страничка. С одной стороны насыщенная и в то же время по краям немножко пустоватенькая, да? Но еще раз говорю, можно ее проштамповать. Сейчас я достану, где мы штамповали. Ну, когда сердечко вот это делали, то есть вот по краюшку опять, что пусто, да? Не смотрелось, добавляли штампов по краюшку. И уже у нас пространство заполняется и не смотрится таким пустым. Опять же будут брызги, швейная строчка и уже вот эта вот сильная пустота, она в принципе уйдет. Как-то вроде бы сложная страничка, а справились мы сегодня быстро. Кстати, можно вот еще кружавчики добавить, если они не будут лишними. Посмотреть, как они будут смотреться. Нужны они здесь вот? Как думаете, надо здесь кружево? Или без кружева в этот раз обойдемся? Еще вот такую рамочку нашла. Вот она внутри здесь была. Вот. Вот это, мне кажется, все-таки будет чересчур. И как просто часики выделить вот такой небольшой деревянной рамочкой. У меня опять они сбиваются время. Вот, вот так, да. Вот. Как думаете, нужна здесь рамочка и кружево? Кружево как-то... про магнит. Ну, пока помню, да? Один магнитик мы приклеиваем, получается, на наш съемный элемент, а второй магнит мы прячем под слоями наших бумажек, под композиции, чтобы ничего нигде не выглядывало. Все было аккуратненько. Кружево как-то лишнее. Вот, мне тоже кажется, это достаточно такая насыщенная у нас композиция. Если может ее... Или какой-то понежнее просто что-то добавить сюда. Ну, может, что-то такое по миниатюрнее просто кружавчик какой-то добавить. Вот. Спасибо. Так, это, наверное, получше будет. Ну, и что вы не режете? Я уже у меня ни одни ножницы не режу, обалдеть. Даже кружево у меня такое. Вот так кусочек будет выглядывать. Ну, в принципе, на этом можно и остановиться. Не сильно как-то быстро у нас сложилось. Думала, можно вроде страничку будем дольше ее делать. Как-то сложилось быстро. Реченки, есть у вас ко мне вопросы? У нас время много. Можно поболтать, если есть желание. Поэтому спрашивайте, отвечу на ваши вопросы. Цветов тут еще можно подобавлять. У нас забыли про них. Кто-то вот с этой светочкой физиалис они очень нравятся. Так. Спасибо, девчонки. В пятницу на следующем прямом эфире, получается, мы заканчиваем уже пятый разворот. Остается нам уже на следующей неделе закончить шестой и обложка. Всего-то ничего осталось. Поэтому, если делаете с нами, то можно уже задумываться о переплете, о его оформлении. У меня вот такой вот переплет готовый, он уже прошитый, 15 на 20. И я хочу по краю вот этой киперной лентой проклеить края страничек. Ну, то есть, вот так вот просто проклеить. То есть, он будет смотреться более аккуратным и более атмосферным, потому что подходит к нашей бумаге. Это тоже надо время, поэтому я посижу, проклею. И уже ближе, там, как мы будем оформлять обложку, покажу, что получилось. Вклею, наверное, уже туда все готовые развороты. И на этапе, когда будем делать обложку, чтобы у меня уже все странички были уже на своем месте. Как, не видно, не видно. В смысле, странички не видно. Сейчас беру. Телефон зазвонил. Вот, мы просто по краю я вот киперной лентой прошью. Ой, не прошью, проклею. Аккуратненько так вот, чтобы нигде ничего не торчало, никаких уголочков. Здесь вот уголочки аккуратно надо будет загибать. И у нас будет уже красивые, аккуратненькие странички в альбоме. Любимая коллекция Фабрика Декор. Ну, уже, наверное, да, любимая. Это коллекция Сентиментальной истории от Фабрика Декор. Одна из новых коллекций, которая вышла в мае. С обратной стороны открывашки ничего не будет. Можно что-нибудь придумать. Какое-нибудь место для записи дополнительное. Оформить ее также тонированной бумагой. Также прошнаповать. Наверное, я так и сделаю. И уже на следующем прямом эфире покажу, что вышло. Все прошью, все проклею. И в пятницу покажу, что получилось. В пятницу прямой эфир будет также утром. Край ленты будет загибаться. Я его вот здесь начинаю приклеивать ленту. И она у меня вот так по всему, по всей страничке проклеивается до сюда конца. Здесь обрезается. Здесь уголочки аккуратно мы их загибаем, чтобы они сильно не мешали при приклеивании страничек. Эту киперную ленту можно купить в обычных рукодельных магазинах. Она недорогая. Рублей 10-12 метров что ли стоит. Они есть разных цветов, разных оттенков и разной ширины. По оттенку у нас сюда идеально просто подходит. Но мы ее применяли на прошлом развороте. На одном из прошлых разворотов. Вот я уже тканюшки тоже вчера повыбирала, которым буду обложку оформлять. Уже надо обложку, наверное, тоже обтянуть, чтобы она уже была готова. И потом уже будем приступать к декорированию. Девушки, есть у вас еще вопросы ко мне? Я уже обклеила страницу тканей, которая будет на обложке. Ну, в смысле, так же, да, краешки обклеили. Да, кстати, как вариант, да, вот если нету ленты, я тоже так делаю. Я использовала на обложке лен, втягивала обложку леном. И потом лен просто нарезала на полосочки и ими так же обклеивала края странички. И смотрелось очень гармонично. И вклеила готовые страницы. Здорово. Мне тоже уже надо, наверное, заняться, что больше половины уже, в принципе, сделано. Можно уже их вклеить. И уже смотреть, как оно все в кучке смотрится. Ну что тогда, девчоночки, давайте будем с вами прощаться до пятницы. Закройте раз за рот, еще раз глянуть, что внутри. Да, вот эту часть, в принципе, да, так как у нас здесь объемных элементов нет, можно даже на ней писать. Вырезать сюда из бумаги, да, тонированной в кофе. Прошить по краешку. Маленький обрезочек. Как вариант, да, вот здесь можно внутри под калькой оставить место для кармана, то есть не проклеивать, просто прошить, и у нас будет дополнительно какое-то место. Ну, вень, пришел. То есть, допустим, вот тыжики, да, какие-нибудь или еще одни фотографии, можно будет прятать сюда кармашек. Ну, вот так вот пришел он. Ну, то есть, сделать еще одно дополнительное место. Белой гелевой ручкой можно прямо списать. Ну, как вариант тоже, конечно, да, можно. Сейчас я вот эти лапки тут уберу, потому что внезапно нам захотелось лежать здесь. Ну, все. Венечка, давай я уберу другое место. Ложись вот здесь, вот так. И смотри, сколько много места. Ну, надо сюда, да? Можно ставить и так. Можно не делать дополнительного места. Можно ставить, ну, кармашек, в принципе, лишним не будет. Вот. Все. Давайте будем прощаться с вами. В пятницу вас ждут, также в 10 часов. Привет, Катюша. Мы уже все. Очень красиво, не терпится весь альбом целиком. Ну, скоро, да, еще неделька, и все. И он будет уже готов. Приходите в пятницу. Будем делать страничку последнюю в пятый разворот. Спасибо, что забежали. Спасибо, что были со мной. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok